Еще каких-то сто лет назад представлять жизнь в доме без печи было просто невозможно. Она являлась основным источником тепла, была надежной помощницей хозяек при приготовлении пищи. В советское время подарило нашим квартирам отопление посредством батарей. А 21 век стал в Беларуси эпохой энергоэффективного жилья. Здесь нет места традиционным трубам. В умном доме за тепло отвечают полы. Температура настраивается для каждого помещения отдельно вручную или с помощью смартфона. При помощи меню данной панели можно регулировать как вручную интенсивностью воздухообмена и температурой поступающего в квартиру воздуха. Также можно настроить еженедельный график, то есть не вручную, а автоматически по дням недели и по времени суток. А благодаря специальной системе вентиляции воздух возвращается в помещение уже теплым. Квартира энергоэффективного дома, возведенного флагманом белорусской строительной отрасли, компании «Брежжилстрой», отвечает популярным сегодня веяниям. Просторные комнаты, французские балконы, интересный вариант дизайна интерьера. Часть апартаментов продается под ключ. В четырехэтажном доме есть лифт, специальный спуск для людей-инвалидов и благоустроенная площадка для детей. Проект уже заинтересовал заказчиков из Прибалтики и Скандинавии. Это первый в регионе жилой дом энергоэффективного класса А+. Этот жилой дом уже вызвал интерес у иностранных заказчиков, прежде всего у Литвы и Швеции. Этот жилой дом позволяет повторно использовать тепловую энергию в системе вентиляции. И расход тепловой энергии на один метр в квадратной площади в данном жилом доме в среднем в два раза меньше, чем у аналогичного жилого дома, например, рядом стоящего кирпичного дома. Каждая интересная инициатива должна иметь площадку для разработок. С этой целью до 2025 года на территории научно-технологического парка Бреста будет создана зона инновационного развития. Она будет стимулировать отрасли с высоко добавленной стоимостью выпускать высокотехнологичные востребованные на рынках продукции и услуги. Инициатива предполагает объединение территории электролампового и электромеханического заводов, коврового комбината и других предприятий. Их площади, почти 120 гектаров, сейчас не используются в полном объеме. На текущий момент эти предприятия достаточно существенно меньше территории, и у них есть потребность в инвестициях, и они бы с удовольствием эти территории передали бы каким-то группным инвесторам, либо группе инвесторов. Поэтому здесь перспектива этой территории именно в том, что это центр города. Это уже географический центр города. Подобные инновационные площадки есть в Китае и Сингапуре, где они уже себя хорошо зарекомендовали. Научно-технологический парк открыт для тех, у кого есть интересные предложения и желание воплотить их в жизнь.